шалом шалом на прошлом уроке мы учили проход который мы говорим перед едой после этого мы уже много чего вкусно попробовали у нас была целая неделя покушать и как раз мой сын в садике учил тоже ту самую тему они учили в садике проход перед едой он принес поделку очень красивую я вам покажу вот такая подделка видите как раз 6 видов еды на каждый вид и ты говори за своя бараха и мы заодно повторим все что мы учили ну вот начнем вот отсюда это апельсин маленький апельсин на радио растет на дереве значит бараха на него будет бары при айц баруха ташим элокен и мелеха улям бары при айц при айц при это фрукт с это дерево получается по законам и вред получается смехут плод дерева при айц при айц на самом деле буре тоже присоединяется к этому смехуту бары при айц получается три слова идут вместе другими словами это как бы при шель с любой смеху то он там есть шель посерединке шерты правильность фрукт чего дерево при шель с ну мы укорачиваем опускаем шель предлог получается при айц бары при айц мы думали что это такое поэтому я это пока пропущу и пойдем дальше это огурчик зеленый огурец огурец это растет на земле это овощ а дома бархан у него будет бары при а дома та самая структура при а дома при а дома как бы плод земли овощ который смехут буре при а дома дальше это хала это углы особая браха а му ци лэхэм мин а арец баруха ташим элокен и мелеха улям а му ци лэхэм мин а арец это пожалуй самая такая торжественная браха да в шаббат мы с ним начинаем трапезы берутся 2 2 халы берем две руки 10 пальцев приподнимаем горим барху а му ци лэхэм мин а арец и потом поля байт хозяин дома кто-то за хозяина он отрезает все мы по кусочку первому себе потому что он сказал бараху теперь это похоже на что-то называется у монташи видите это почему-то называют узная ман у монташи то что принято кушать на праздник пурим это делается из теста мучное то есть барахан на него будет буре минэй мизу нот буре минэй мизой нис буре минэй мизой нис это тоже на самом деле смехут это тоже смехут но там минэй это как бы миним это было слово во множеством числе минимум мин это как сорт вид сорт мин мин это много разных видов сортов смехуте мем она опускается получается без мем минэй мизу нот буре который создает много видов видов разных мизу нот мы сказали что мазон это то что нас насыщает буре минэй мизу нот разные обычные изделия мы тут добавим только что минэй мизу нот это только те изделия которые делаются из пяти видов злаков из пшеницы ячмень потом овес рожь и полба русский то что такой вид коса метод не врите это только эти пять видов то есть только сидели делается выпечка или какая-то каша варится говорим бархабархабар минэй мизу нот ну еще и рис тоже сюда входит теперь в конце это как будто конфетка вот такая общая бархай говорится шаколь шаколь ния бидваро барухат а шэм лукейном мели хаулям шаколь ния бидваро чтобы все-все было создано по слову ему и сразу после барахи сразу же берем в рот чтобы было понять что барахат относится именно к этой к этой идее и придёмся сюда тут долго гадали что это можно догадаться как догадаться потому что нас есть проход 5 можно звали осталось только одна и соответственно что нас осталось буря при агефин то есть это бокал с вином видите внутри красный бокал с вином и барахат я рассказал буря при агафин или при агефин буря при это бараха на вино или носок вот это то что мы учили на прошлом уроке а сейчас мы уже наелись мы сыты и теперь мы будем учить проход который говорится который говорится после после еды только добавим еще несколько поправок таких вы говорили что тирож тирож то что упоминается в кариат шма это такое молодое вино мы говорили что тот кто пьет вино он будет здоровым сильным и мудрым будет как рожь голова до тирож там кого-то слово голова рожь но я просто испугался что люди могут побежать и напиться много вина от радости поэтому мы делаем такое ограничение что тот упит очень много вина он будет не рожь он будет рожь ти рожь там буквы рэйш шин а рожь это это такой какой-то человек бедный такой опустившийся рожь тот там пьет много вина да он может стать даже алкоголиком заядлым пьяницей это уже рожь это он уже не рожь он уже рожь поэтому нужно пить вино но но в меру это видно слове ти рожь будешь много пить будешь рожь будешь пить умеренно будешь будешь рожь а что касается буре при аэц буре при аэц мы говорили что есть у нас такие фрукты которые относятся к семи видам к семи видам один из них это ты на инжир и фига это фиговом дереве это плод очень интересный в этом плоде все съедается мы покушаем целиком даже кожура кожура и даже семечки все все поедается это очень редкое такое явление что полностью фрукты дается обычно есть семечки семена которые мы не едим или кожура которую мы тоже выкидываем не едим а тут все все полностью фрукты дается считается что это может быть возможно это это дерево которое было в раю там помните они себе тоже сделали одежду из из листьев фигового дерева может быть это было именно вот этого дерева инжир там они это как такое русское дерево который полностью 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 вседается в наше время к сожалению наоборот вообще эти фрукты почти не едятся практически очень трудно их есть дело в том что там очень много червячков эти червячки они очень похожи на на сами семена этого фрукта если его открываешь инжиры когда он не сухой когда он еще свежий если его открыть там видно много-много таких волокон они очень похожи на червячков и это если будет человек на сабире очень трудно его найти можно конечно надо очень очень досконально смотреть и искать поэтому рекомендую трубанин лучше вообще эти фрукты в наше время есть много червячков мы это говорят на эту тему говорили что это явление написано написано в талмуде что когда люди портятся да и плода портятся как бы такой вот как бы наказание можно сказать а как люди портятся ну например и неблагодарные за что у них есть неблагодарные за плоды да такие вкусные плоды кушают не благословив это одно из может быть одно из таких преступлений как все как бы не ценит то что у него есть не ведь спасибо еще не ценит спасибо не говорит то у него даже забирается то что у него есть поэтому Господа, давайте будем говорить проходит, сюда у нас появится и вкусный инжир снова, и будет меньше червяков везде. Это касается не только инжир, это касается кукурузы, много-много таких плодов, где внутри много-много червяков, а скушать червяка это очень-очень нежелательно, на это есть 5 запретов, еще хуже, чем съесть свинину. Поэтому, кстати, очень важно проверять плоды, овощи, пересеньки их, употреблять в еду. Итак, мы сказали, что нужно благословить перед едой. Вопрос, откуда учится это? Как мы знаем, что нужно вообще говорить барху перед едой? То, что надо говорить барху после еды, так это мы учим из пасук. Есть пасук. Пасук вахальта, васавата, уверахта, сашемилюкейха, аля ара цатува ашернатанлах. Это такой пасук. И тут сказано вахальта, васавата, уверахта. Это покушал, наелся и благослови. Пасук из Туры, из которой выучатся, что надо сказать спасибо, надо сказать барху после еды. Вопрос, откуда мы знаем, что надо сказать барху до еды? Этого в Туре не написано. Говорят Хахамим, это само собой разумеется. Если Тура предписывает сказать барху после еды, то тем более надо сказать барху до еды. Как это понимать? Что это такое, что это такое, тем более. Раша объясняет в этом, в другом месте, в Талмуде, он это объясняет, как это понимать. Как бы такой пример, что когда человек голодный, он очень хочет покушать. Как выглядит человек голодный? Каждый может это по себе узнать. Допустим, просто не позавтракать, это уже ближе к обеду, уже начинается голод, уже хочется покушать. Если не побегать, то уже к ужину совсем уже, да, совсем уже голодный. Если даже такое состояние у людей бывает, что когда человек очень голодный, он просто становится как бы ненормально. Там глаза из робита выходят, меняется цвет. Он просто как сумасшедший становится. Это редкое явление, но такое есть явление от голода. Когда человек голодный, он готов дать ему только покушать. Мы не знаем этого ощущения. Да, Бару Хашем, но раньше голод было явление довольно нередко. Это Кача-Кача голодный, он наконец-то наелся, он очень сильно благодарит того, кто его накормил. Но как он будет его упрашивать дать ему еду? То есть получается, когда перед едой человек будет просить дать ему еду еще сильнее, чем он будет благодарить после еды. Правильно? Поэтому до еды, наши чувства, наши просьбы, она как бы тем более еще сильнее, чем благодарность после еды, после того, как ему уже сыты. Человек уже наелся, да, уже успокоился, уже как бы он, кажется, благодарен, но он уже как бы более только спокойный. Но до еды, когда он еще голодный, он просит еды со всей силы. Поэтому, конечно, надо перед едой тоже искать Бараху, так и учится Хахамин, что тем более надо искать Бараху перед едой. В наше время, опять-таки, мы еду не очень ценим, такая реальность, что очень много еды вообще выкидывается. Речь идет о миллионах тонн. Это трудно представить, это миллионы тонн еды, допустим, в Израиле статистика. Больше чем миллиона тонн еды, которые можно есть, люди могли бы есть, она просто выбрасывается. Есть разные, трудно почитать точно, но есть разные такие измерения, миллион, кажется, что два миллиона тонн. Представьте себе, это вот как будто тысяча вагонов полностью с нагруженной едой, и все это выкидывается. А сколько, да, съедается, съедается еще больше. То есть каждый человек в один раз поедает огромную-огромную массу еды. Каждый день, каждый год это тысяча, это тонны еды. И тут можно спросить вопрос, а зачем вообще, извините, мы так много кушаем, очень много? Почему так мир устроен, чтобы так много кушаем? Почему так не сотворили, что могли бы немножко покушать, допустим, раз в день, попить, поели? И нам бы хватало бы энергии на весь день. Почему так устроено, чтобы мы должны много кушать? Почему это так? Это вопрос. Ответ на него можно найти именно в барахе, который говорится после еды. Вот там заложен ответ. Ну, пока мы думаем над этим ответом, давайте посмотрим на бараху, да, и попробуем найти ответ. Я забыл, вот мне напомнила эта картинка, напомнила сказать следующую вещь. Вопрос, что мы говорим после еды? Какую бараху? Ведь мы ели разные виды еды. Так вот тут видно, что все делится на три группы. Сверху написано «Амоцы», это бараха на хлеб, «Амоцы лехем мина арец». Потом написано во второй группе «Мезунот и гефен», это бараха на мочные изделия и на вино или сок виноградный. И в третьей группе написано «Эц адама и шакольням в двору», это бараха на «Эц фрукты, адама, овощи и все остальное». Рыба, мясо, яйца, сыр, напитки, разные сладкие, соленые вещи, все остальное. Три группы. То есть, если мы поели хлеб, мы сказали на него «Амоцы», потом мы говорим бараха, который говорится на хлеб, это «Беркат Амазон». Если мы поели еду из второй группы, допустим, «Мезунот» или «Гефен», мы говорим другую бараху, она называется «Меньшая ложь». Давайте посмотрим еще раз на Мацеги, там на картинку, там есть еще вторая пирамидка, там это разделено по группам. Да, видите, вот три группы. «Амоцы», это мы сказали на хлеб, потом говорится бараха после хлеба, потом вторая группа это или «Мезунот», или «Гефен», или «Эц», плоды, такие плоды, которые из семи видов, которые славятся земля Израиля. Там на самом деле получается только пять видов, потому что два вида это пшеница и очмень, на них это не говорится. Это называется, общее название семь видов плодов, которыми славится земля Израиля, на это говорится бараха, который называется «Меньшая ложь», и потом дальше, третья группа это «Эц, Адамай, Шаколь», на это все говорится бараха, «Борона, Фашот, Работа, Вехистрон». Это бараха, который сейчас мы будем учить, то есть мы начнем снизу, начнем с барахи, который говорится после того, как мы поели фрукты, овощи и все остальное. Давайте посмотрим на текст самой барахи, какая бараха, вот эта бараха, значит, написано сверху так, сверху написано, на что это говорится. Я читаю, «Аль пирот айлан хуцми зайн меним», «Зайн это шев по гематрии», семь, «Кроме семи видов», то есть эта бараха говорится на «Пирот айлан», на фрукты, «Кроме семи видов», на семи видов говорится другая бараха, как вы только что сказали. И дальше, «Уфирот адама», «Овощи», тоже это бараха говорится, «Вейрокот», это разная зелень, зелень, «Вальколь амашкин», «На все напитки», «Вальдавар шеэйн гидолю минарыц», «То, что было пока что, это все растет из земли», а есть вещи, которые из земли не растут, допустим, яйца, их курица несет, и так далее. Но это тоже говорится, это бараха. После того, как мы их поели, «Мивархин», «Ахар», «Ахар» — это после «Ахилатан», после того, как мы поели это, «Зе», что «Мивархин», вот такую бараху. Я тут до урока съел яблочко, поэтому я могу с чистой душой с радостью сказать бараху на яблоко. Обычно, конечно, лучше говорить бараху сразу после еды, но сейчас ради урока мы тут подождали несколько минут. Сейчас скажу бараху на яблоко. Давайте только посмотрим новый текст барахи, чтобы я не ошибся. Я читаю так, и говорю бараху на то, что я поел яблоко. Еще раз теперь это проучим. Начало обычное. И дальше. То есть человек съел, допустим, яблоко, или там кусочек рыбки, или орешки поел, и он говорит так. Да то, что ты создал, не пошел, работ, много разных живых существ. Тут надо разобрать слово «хесроннан». Ну, «хесрон» — это когда что-то отсутствует, чего-то не хватает. То есть, получается, это нехватка. «Хесрон» — нехватка. Получается, можно так перевести дословно. Боринда форшот работ, что ты создал много живых существ, и того, что им не хватает. То есть, того, что им нужно для того, чтобы дополнить то, что им не хватает. Это называется «хесроннан». То есть, тут как бы есть два объяснения. Что, во-первых, Ашим создал нас и все остальные живые организмы. Но он создал нас так, что нам чего-то не хватает. То есть, мы не можем жить полноценно. Нам сегодня нужна какая-то подпитка. Нам чего-то все время не хватает. Самый яркий пример — нам не хватает еды. Мы все время должны что-то попить, поесть. Мы не можем из-за того. У нас есть надобность в этом. Мы так созданы. Опять-таки вопрос, почему мы так созданы. Возвращаясь к нашему вопросу. Зачем часто кушаем? Почему нас так создали? И ответ тут же и заложен. Что Ашим нас сделал такими, что нам чего-то не хватает. Но он нам дал то, что мы можем заполнить то, что мы можем дополнить то, что мы не хватает. Это вот «хесроннан». Ашим создал нас и все остальные живые организмы. И он нас создал таким, что нам чего-то не хватает. И он нам создал все то, что мы можем поесть, попить, и дополнить то, что нам не хватает. Я помню, мы когда еще были такие молодые, у меня был такой знакомый, как бы рассуждали о жизни. Он такой вопрос спросил интересный. Это еще было лет 16. Он спросил, вот если бы предложили вам, предложили бы как бы не тратить много времени на еды. Пусть есть какую-то такую таблетку какую-то, как космонавты, допустим, где-то очень концентрированное такое. Там есть все. Там есть все витамины, белки, все там есть. Вот съел это раз в день, и ты спокойно, и тебе хватает энергии. Вот согласились ли мы? Согласились ли вы на такое? Такой эксперимент. Но еще был вопрос, что если бы нам предложили бы не спать? То есть жить так, чтобы можно было не спать. Ну или спать там буду в час в сутки. Такой вопрос, такой интересный, такая игра мысли. Он сказал, что он согласен не спать, но кушать он не согласен. Так он ответил. То есть мы от еды получаем, кроме подпитки, мы еще получаем немного удовольствия. Она же вкусная. И про это говорится дальше в Брахе. Дальше посмотрим. Дальше текст Брахе. Так мы сказали, Борина прошет работ в Эхио Срунан. Отлично. Создали нас, создали все живое и создали все то, что им необходимо. Но дальше говорится добавка. Аль. Аль это как предложение. Боруха Шемкен. Аль. Коль Маша Барата или Бара. Есть разные варианты. Бара это он создал Барата, это ты создал. Вопрос, в каком лице мы обращаемся к твоему отцу. А коль Маша, оно обычно говорит Барат, как я знаю. А коль Маша Барата, все, что ты создал, ляхьет бахем, нефеш, коль хай. Это вот как бы вторая часть этой брахи. аль коль Маша Барата, ляхьет бахем, нефеш, коль хай. Тут говорится про все, что ты создал, все, что ты создал, не только то, что мне хватает, а вообще во все. А коль Маша Барата, ляхьет бахем, нефеш, коль хай. Получается так, получается, что есть много видов еды, без которых мы могли бы спокойно справиться, жить и быть здоровыми, не употребляя много-много видов еды, которые существуют. Но тем не менее, они да существуют. Для чего? Именно для того, чтобы ляхьет, нефеш, коль хай. Имеется тут ляхьет, так объясняет Абудрагам, комментатор молитв, ляхьет нефеш коль хай. То есть дать нам радость от жизни. Но наша нефеш, нефеш коль хай, не желудок, не желудок, не живот, не кишки, а нефеш коль хай. Нефеш коль хай. То есть наша душа, она как бы, когда кушает, она радуется. Про это говорят, что человек кушает глазами. На самом деле, большая часть того, что мы едим, это на самом деле, получается, мы едим глазами. До такой степени, что зачастую даже меняют вид еды, подкрашивают, вещи известные. То есть очень много средств вкладывают, для того, чтобы еда была красивая. Дарость этого идет за счет того, что еда становится менее полезной, менее вкусной. Главное, чтобы она была красиво выглядела. Это то, что называется, часто вообще, во всех магазинах, я все время говорю, что я не знаю, я прихожу в магазин, такой, который продовольственно, большой магазин, там, где продают большие фирмы, и там буквально нечего купить. До такой степени, как бы, все напичкано, но купить на самом деле нечего, нечего покушать, потому что все какое-то странное, какая-то еда, как будто я ее как из пластика производит. Это вот для охотной пешокруга. То есть на самом деле, как еда выглядит, это очень важно. Для чего это сделано? Почему бы не было так, что вся еда, допустим, зеленого цвета? Все зеленое, да, прекрасно, все, помидор зеленый, зеленый, мясо зеленое, рыба зеленая, все зеленое. Чем плохо? Почему все такое разноцветное? Потому что Ашем, Творец, хочет, чтобы мы получали удовольствие и благодарили его за это. И тут ответ, почему мы так много кушаем? Еда, это связь наша с Творцом, это наша связь. Ашем хочет, чтобы мы от него зависели, и чтобы мы все время просили еду, говорили за него спасибо. И тогда, чтобы она нам нравилась, чтобы мы все время говорили, ваа, как здорово, какое творение прекрасное. В этом ответ во второй части Брахи. Давайте еще раз посмотрим на Браху. И дальше в конце говорится, сейчас видно, видно, видно Браху? Дальше говорится, Барух Хэйяуламим. Барух Хэйяуламим. Это окончание Брахи. Барух Хэйяуламим. Хэйяуламим, это взятый отрывок из послоков Финги Даниэль. Опять-таки, Абудрам, тут нам обратите внимание, что говорится Барух Хэйяуламим. Трудно-то как перевести, что такое Барух Хэйяуламим. Мы знаем, что Хаим — это жизнь, да? Барух Хэйяуламим. Тут не говорится Хэй, Хэйяуламим, то есть, это творец, который живет Леуламим. Леуламим — это как бы навсегда. Или Беуламим, в мирах. Говорится Хауламим. Показывает, что сам творец, он не ограничен ни временем, ни местом. Нет рамок ни временных, ни каких-то физических пространств. Хэйяуламим. То есть, всех миров, всех миров он Барух Хэйяуламим. Он оживляет все миры. И также имеется в виду, уламим — это как бы два мира. Этот мир и мир грядущий. Этот мир и мир последующий. Улам Маба, то, что называется. Барух Хэйяуламим. Еще раз посмотрим Барху. Сначала до конца. Это Барха говорится после еды, когда мы ели еду, которая не из-за семи видов плодов, и не мучное, и не хлеб, и не виноградный сок. А вся страна говорится это Барха. Если человек поел много разной еды, он начал, допустим, с мяса, потом он поел с этим мясом, он еще поел пире, и он поел гречку, потом он еще и запивает, в конце он еще съел какой-то компот, фруктовый, который сделал, допустим, только из яблок. После всего этого он говорит всего одну Бараху. Вот это общая Барха, он говорит, это говорится на все. Одна Барха говорится на все в конце трапези. Давайте еще раз повторим эту Бараху, чтобы ее точно понять и заучить. Баруха Таашем Элюкейну Мелеха Олям. Боре, не пошут работ вехесронан. Боре, не пошут работ вехесронан. Это одна часть, которая создает все живое, все, что им не хватает. Хесронан. Хесронан, это дословно хесорон шелагем. Шелагем. Хесорон, недостаток. Нун в конце это показывает на их, нафашот. Это женский род, нафашот это женский род, поэтому нун в конце. Нун это множественное число женского рода. Хесронан. Борон нафашот работает вехесронан. И дальше добавляем следующую часть. Тут мы упоминаем вообще все остальное, то, что ты создал. Не только то, что мы поели в данный момент, а вообще вот все, что ты создал, мы за это тоже благодарим. Тут надо заметить, что мы говорим бараху не только за себя. Обратите внимание. Мы говорим бараху за всех. Коль нафашот. Борон нафашот работ. И даже за животных, которые не могут говорить барахот, мы за всех, за всех, за всех говорим бараху. То есть мы говорим бараху не только за себя, а от своего имени. Мы как бы всех включаем в эту бараху. Пошот работ. Вехесронан. Не только про себя мы говорим. Алькольмаш абораталиахиоз бээм нефеш коль хай. Вот все эти источники жизни для всех жизненных организмов все включено в эту бараху. В конце барух хейоламим. Баруха шем, что ты как бы распространяешься на все миры и даешь жизнь всем мирам. Это такая бараха. Теперь, если мы поели что-то, допустим, мучное, или мы поели фрукты из видов, которые славятся земля израиля или хлеб. Это уже другие бараха. И на этом мы будем сострадачиваться на следующем уроке. Остановимся здесь. Этот урок будет на следующем уроке. Спасибо за внимание и приятного аппетита. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!